Ювелирное попадание. Авиационная ракета Х-59 стратегической авиации ВКС России за несколько секунд сложила целебашню в Харькове. По некоторым данным, на обрушенной верхней части вышки было размещено американское радиоэлектронное оборудование, которое позволяло заниматься фактически шпионской деятельностью. То есть ВСУ могли наблюдать за тем, что на российском приграничье происходит, а также установленное на вышке военное оборудование использовалось для поддержки вылазок диверсантов на территорию Белгородской области и различных ударов. Вы смотрите ЛЕН-ТВ-24. Я Гульнара Хабирова. Далее покажу свежие кадры из Новомихайловки. И заметная новость. Армия России вошла в очередь. Короче, этот немецкий танчик лежит в Новомихайловке. Такая суета, короче. Бойцы 155-й бригады морской пехоты водрузили флаги России и ВМФ на самой высокой из сохранившихся точек Новомихайловки. А также затрофеяли огромное количество западной техники. В частности, это шведские гранатометы, американские джавелины, натовские комплексы радиоэлектронной борьбы. Сначала было сильно сложно. Первые прорывы, их оборону прорвать. Потом, когда уже залезли к ним, уже начали они меньше, меньше, меньше. Но в конце вообще убежали. Западная пресса негодует, видя эти кадры и то, как русские уничтожают абрамсы. А один из немецких леопардов вообще вывезли из зоны боевых действий на ремонт. Публикации издания New York Times задаются вопросом, а есть ли вообще место танкам в войне 21 века. Ведь россияне наносят смертельный урон американской мощи. Ну и вот российские бойцы рассказали, как ВСУ просто бросили технику, которую так долго выпрашивал Зеленский. Военнослужащий ВСУ просто-напросто брошен был данный танк. Сейчас будем заниматься непосредственно его восстановлением. В течение двух дней замена густых лент, замена отдельных элементов электропроводки позволит нам в течение короткого периода времени восстановить данный танк и направить его для дальнейшего принятия решения высшедшим командованием. А это кадры накануне опубликовал украинский военный паблик Deep State и подтвердил захват армии России части Очеретина. А также объяснил, что прорыв российских сил произошел из-за того, что россияне подловили силы обороны во время смены подразделений. А по данным украинских волонтеров, одна из бригад ВСУ просто оставила позиции без приказа. Итог на видео. Поднимаем флаг ИРА на Дочеретину. Ставьте его, я сейчас снизу засниму. В общем, 23 апреля армия России взяла под свой контроль большую часть Очеретина. И по некоторым данным полностью зачистила от украинских сил новобахмутку. А днями ранее российские бойцы заняли Семеновку. К чему все это приведет, скоро узнаем. Рекомендую подписаться на наш канал, чтобы ничего важного не пропустить.